Второе ноября 1917 года. В Москве идут тяжелые бои между захватившими власть большевиками и юнкерами, поддерживающими временное правительство. Счет убитых идет на сотни. На Тверском бульваре горят дома. Артиллерия прямой наводкой бьет по Арбату, Причистенке и Кремлю. Группа священников во главе с митрополитом Платоном Рождественским направляет на Тверском бульваре. Он вставляется в штаб большевиков над Тверской. Я искренне верю, что можно достучаться до этих людей, показать, что нужно остановить кровопролитие. Платон умоляет одного из комиссаров прекратить огонь, даже готов встать на колени. Ответ был таков – слишком поздно. А ведь еще недавно было не поздно. Всего три месяца назад, в августе 1917 года. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Москва. 12 августа 1917 года. В Большом театре собираются участники Московского государственного совещания. Депутаты Думы, лидеры эсеров и меньшевиков, видные генералы и офицеры, крупные промышленники и банкиры. Вся элита России. Съезд начинается с громких заявлений. Александр Керенский, председатель Временного правительства. Мы душу свою убьем, но государство спасем. Павел Рябушинский, банкир. Необходимо найти общий язык, который бы нас объединил. Ираклий Церетель, член президиумов ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов. Не на словах, а на деле объединить все силы, способные бороться ради спасения страны. Газеты окрестят форум земским собором, собравшимся в годы разрухи и гибели. Этот земский собор, что он принесет какое-то очень важное, принципиально важное, судьбоносное решение для страны, в этом, в общем-то, многие не сомневались. Из дневника московского коммерсанта Никиты Окунева. 12 августа 1917 года. Первое впечатление сегодняшнего исторического дня. В Москве открывается своего рода собор лучших русских людей. Самое неприятное – не ходят трамваи. Забастовку трамвайщиков организовали большевики, которых не пригласили в Большой театр. Как показали июльские события, их партия не готова к диалогу. 3 июля, за 40 дней до государственного совещания, сторонники Ленина выводят на улице Петрограда десятки тысяч вооруженных манифестантов. Петроградские бунтовщики буянят день и ночь. Врываются в клубы, в частные квартиры. Стреляют куда попало – в толпы народа, по крышам, в магазинные окна и просто в воздух. Всего за два дня насчитывают раненых до 500 человек из десяток убитых. Через два дня юнкерам и казачьим полкам с большим трудом удается подавить выступления большевиков. Казалось, после попытки захватить власть, сторонники Ленина обречены стать политическими изгоями. Лидеры партии вне закона – в бегах или под арестом. Ну, радикальные левые, их судьба здесь была на тот момент достаточно очевидна. Это и Ленин, который объявлен в розыск государственный по обвинению в шпионаже в пользу Германии. Это и радикалы-большевики. Их допустить на совещание нельзя. Ни в коем случае. После июльских событий у всех на устах имя военного министра временного правительства Александра Керенского. Теперь он – герой дня. Керенский – единственный, кто в эти дни проявил решительность и даже жесткость, отдав войскам приказ немедленно подавить восстание большевиков. Похоже, вот он – новый лидер. Человек, способный вывести страну из тупика. В хаосе, кровавом водовороте вот этих событий он показал свою способность овладевать толпой, обеспечивать себя поддержкой. Вот так он и оказался на гребне власти. В июле 17-го года 36-летний Керенский становится главой нового коалиционного временного правительства. Керенский планировал превратить государственное совещание в Москве в грандиозную пиар-акцию имени себя, для того, чтобы сплотить вокруг своей персоны представителей государственных элит. Открывает форум председатель временного правительства Александр Керенский. «Для вас и для меня нет Родины без свободы, и нет свободы без Родины. Всякая попытка большевизма найдет предел во мне». Во время речи зрительный зал более 60 раз взрывается аплодисментами. Это был звездный час Керенского. Один из поэтов писал «И там у блаженного входа в последнем и радостном сне я вспомню Россия, свобода, Керенский на белом коне». Речь расцвечена крылатыми фразами, но не окрылила никого. «Все равно нам не сладко, сегодня жизнь идет тем же манером. На чистых прудах все равно такое же безобразие. Папироса рубль десяток, маленькая яблочка, дву гривен и штука, и пьяных порядочно». Тем временем положение в стране продолжает ухудшаться. Хаос в деревне, в городах на фронте. Крестьяне разоряют помещичьи усадьбы, рабочие бастуют. А солдаты не подчиняются приказам и отказываются воевать. Такого в русской истории не было никогда. 607-й Млыновский полк самовольно оставил окопы и отошел назад, следствием чего явился отход из соседей, что дало возможность противнику развить свой успех. «Бедный мой сын, Лёля, в какую скверную историю попадает он! Спаси его, Господи, за его простодушие и мою беспомощность!» В катастрофических поражениях армии многие открыто обвиняют Временное правительство и лично Керенского. Ведь это он был главным вдохновителем летней военной кампании 1917 года. В июне войска Юго-Западного фронта получили приказ идти в наступление на Львов. В результате были уничтожены отборные части русской армии. Солдаты массово дезертировали с поля боя. Одно только принятие решения об июньском наступлении – это трагическая ошибка. Трагическая ошибка. Армия не могла наступать. Керенский разъезжает по фронтам, братается с солдатами, пытается вернуть им боевой дух. Все чертно. В войсках его прозвали «главноуговаривающим». Он воспринимался как соглашатель, как тот, кто потакает амбициям черни. Для того, чтобы эти амбиции подавить, нужен был волевой, крепкий, решительный человек. А такой человек был. На беду Керенского существовал альтернативный лидер. Это был генерал Корнилов. За три недели до госсовещания верховным главнокомандующим русской армии назначен герой войны генерал Лавр Георгиевич Корнилов. Первым делом он приказывает немедленно восстановить смертную казнь на фронте для предателей и дезертиров. Корнилов имел свою точку зрения на происходящее и вовсе не собирался впрягаться в триумфальную колесницу Керенского. Деятели демократического толка и Керенский, и его окружение Корнилову не доверяли политически, считая его монархистом. Но главное, они его просто боялись. Керенский против того, чтобы Корнилов приезжал в Москву. Главнокомандующий должен заниматься делами фронта. Тем не менее, 13 августа 1917 года на второй день работы совещания Корнилов прибывает на Александровский, ныне Белорусский, вокзал Первопрестольный. Корнилова в буквальном смысле слова выносят на руках из вагона. Представительница богатейшей фамилии Морозовых опускается перед ним на колени. Генерал, спаси Россию. Вот этими словами встречает его Москва. Дальше он поехал помолиться Иверской иконе Божьей Матери. Он повел себя так же, как обычно вели представители императорской фамилии. И только потом Корнилов направляется в Большой театр. Зал встречает его бурными овациями. Вот он, новый национальный лидер, способный обуздать революционный хаос. Так думают многие, но не все. Левые демонстративно отказались приветствовать генерала. В зале началась перебранка. И, конечно, появление Корнилова в Большом театре – это шок. Это шок для очень многих политиков. Ну, наверное, в какой-то степени и для Керенского. Корнилов начинает тихим, но твердым голосом читать свой доклад. «С глубокой скорбью я должен открыто заявить. У меня нет уверенности в том, чтобы русская армия без колебаний исполнила свой долг перед Родиной». Марина Цветаева написала знаменитое стихотворение. «Сын казака, казак» – так начиналась речь. «Родина, мрак, враг, всем головами лечь». Вот она очень четко передала смысл этих слов корниловских. «Родина на краю гибели. А мы здесь о чем-то говорим. Надо что-то делать». В своей речи Корнилов приводит ужасающие факты разложения армии. С начала августа озверевшими, потерявшими образ воина солдатами убитый полковник Быков, капитан Колобов поднят на штыки своими солдатами командир дубнинского полка Пургасов. Все эти убийства совершены солдатами в кошмарной обстановке безрассудного, безобразного произвола и бесконечной темноты. Сразу после генерала Корнилова на трибуну поднимается митрополит Платон Рождественский. К сожалению, это была действительно единственная фигура представителя Русской Православной Церкви, единственный человек от православной державы, от православной страны, который выступил на этом политическом форуме. Митрополит Платон Рождественский. «В этом святом городе, где каждый камень говорит о прошлом, седом, религиозном нашего народа, именно здесь более чем где-либо можно и должно помнить о Боге и Его помощи». Речь митрополита Платона публика встречает шумом. Многие выходят. Его слова абсолютно противоречат господствующим настроениям зала. Бог, церковь, Евангелие в самосознании тогдашней политической элиты были прописаны по отдельному ведомству на букву «С». Вот есть некая церковь, вот это туда, вот там это все лежит. Это радикальное, конечно, расцерковление, Бога там действительно не было. Сквозь гвалт архиерей пытается донести до политиков, как важно для страны духовное начало. Без Евангелия и креста мы жить не будем. Он единственный из выступавших, кто напомнил залу, что в эти августовские дни в Москве открывается Поместный собор Русской Православной Церкви. Его ждали целых 200 лет. Поместному собору предшествовал 200-летний синодальный период, когда церковь, как известно, оказывалась, по сути, заложником политической системы. После смерти патриарха Адриана Петр I запретил выборы нового главы церкви, боялся противоборства власти царя. Высшим органом церковного управления стал Святейший Синод, а надзирал за его деятельностью, а фактически руководил, назначенный императором чиновник, оберпрокурор. Петр, в отличие от многих своих предшественников, он очень доверял военному, и неслучайно по его решению оберпрокуроры должны быть из военных. Ну, понятно, что это око и ухо государева, и Петр считал, что только военный чиновник на этом посту сможет выполнить свои задачи. Февраль 1917 года. С восторгом вся прогрессивная так называемая общественность принимает свержение царского режима, новое правительство, наконец-то, наконец-то новое светлое будущее. Надо признать, что немало церковных иерархов и священников также с восторгом поддержали смену власти, падение царского режима в надежде на то, что, ну, вот что-то сейчас совершенно изменится. После свержения Романовых церковная политика не могла оставаться прежней. Свободная церковь в свободном государстве – вот главный лозунг временного правительства. На первом заседании при временном правительстве Святейшего Синода, которое состоялось 4 марта, было представление оберпрокурора Владимира Николаевича Львова. И он предложил вынести царское кресло из зала заседания Синоды как символ порабощения церкви императором. После свержения монархии становится ясно – синодальный период окончен. Правда, в отношении того, какие нужны перемены, внутри церкви единства не было. Единства не было, хотя чаяния восстановления патриаршества, они нам известны с начала 20 века, и они нарастали по возрастающим. Была очень влиятельная авторитетная партия тех, кто выступал против патриаршества. Вот эта группа, ее еще называют профессорской группой, они высказывают сомнение в важности патриаршей власти, обосновывая это тем, что патриарх – это, по сути, тот же самый царь. Это опасно. Мы только что избавились от самодержавия царского, и что же мы будем переходить к самодержавию патриаршему? У либералов имелась широкая программа реформ. Оберпрокурор Львов на стороне либералов. По их мнению, в церкви должно быть усилено влияние мирян, и введены выборы епископов. Это ведь в конце концов вело бы ситуацию к попранию канонического строя церкви, который основан на том, что власть церкви принадлежит епископам, как преемникам апостолов. Строптивых архиереев Львов заставляет отказываться от кафедр, а накануне Пасхи 1917 года бесцеремонно распускает Синод. Он скомандовал всем встать, ну и архиереи, лица и пожилые, и весьма почтенные должны были по его команде встать и заслушивать указ временного правительства, как если бы это был некий оракул свыше. Это всего лишь бюрократический акт. По отношению к церкви временное правительство было таким вот большевистским до большевиков. В июле 1917 года во всех епархиях, где проживает 117 миллионов православных, начинаются выборы участников поместного собора. Они проходят под мощным пропагандистским давлением церковных либералов. Вопроса о восстановлении патриаршества в повестке дня нет. Летом 1917 года о патриаршестве, по-моему, никто даже не вспоминал. То есть эта идея умами точно не владела. В начале августа участники собора начинают прибывать в Москву. Их размещением занимается митрополит московский Тихон Белавин. Именно он станет председателем поместного собора. Церковный съезд должен открыться 15 августа в Успенском соборе Кремля. Там, где уже 200 лет пустоют патриаршее место. Тем временем в Большом театре продолжается государственное совещание. Один за другим на трибуну поднимаются выступающие. Вот только согласия по-прежнему нет. Генерал Каледин. Донской атаман. Все советы и комитеты должны быть упразднены как в армии, так и в тылу. Страну может спасти только твердая власть, находящаяся в опытных умелых руках лиц, не связанных узкопартийными групповыми программами. Ираклий Церетели. Член президиума в ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов. Только революция может спасти страну. Павел Рябушинский. Банкир. Россией управляют мечта, невежество и демагогия. От пышной речи Керенского не осталось уже никакого впечатления. Одно опровергнуто, другое осмеяно, третье обложено недоверием. В контуру крылатым словам произнесено множество слов еще крылатее. И получилось то, что впору сказать по-толстовски. Айон все терпит, то есть русский человек. Если политики критикуют правительство за анархию в государственном управлении, то промышленники за развал финансов и экономики. Алексей Путилов, владелец богатейшего банка страны, сидит в ложе почетных гостей. Он не выступает на совещании. Зато уже несколько месяцев финансирует контрреволюционные офицерские общества. Во время этого государственного совещания произошла судьбоносная встреча Корнилова с Путиловым, на которой Корнилов откровенно ему сказал, что он планирует совершить выступление против властей в Петрограде и установить военную диктатуру. Именно в Москве, в августе 17-го, Корнилов принимает окончательное решение. Он ведет войска на Петроград. Он смотрел на эту ситуацию как человек военный, очень грамотный военный, опытный военный. Для него была ясна исходная позиция, какие высоты надо занять и удержать для того, чтобы спасти Россию. Путилов обещает генералу 4 миллиона рублей. Но этих денег явно недостаточно. Другие промышленники и банкиры поддерживать Корнилова не торопятся. Они готовились работать с любой властью, которая победит. К сожалению, в такие переломные моменты крупный бизнес обнаруживает себя прежде всего как патриоты своего кармана, а не патриоты своей страны. Летом 17-го банкиры и промышленники переводят капиталы на Запад. Туда, где уже готовится совсем иной план по спасению России. Москва. Большой театр. 14 августа 1917 года. Александр Керенский зачитывает телеграмму, которую ему только что передали. «Беру на себя смелость послать членам Великого Собрания, заседающего в Москве, сердечные поздравления от народа Соединенных Штатов, выражение уверенности в конечном торжестве идеалов демократии». Президент Вудро Вильсен. Участники совещания поворачиваются к царской ложе и громко кричат «Браво!». Кому они столь неистово аплодируют? «В царской ложе Большого театра у нас расседают представители иностранных государств, представители посольств и военные представители стран Антанк. Керенский, чувствуя, что теряет поддержку в стране, очень рассчитывал на поддержку западных держав». За два месяца до госсовещания в Россию приехала миссия Соединенных Штатов Америки во главе с бывшим госсекретарем Элли Урутом. Ее цель – найти выгодные контракты для американских компаний и любой ценой удержать Россию в войне. «Выход России из войны – это страшный сон для наших союзников. Почему? Потому что рушится Восточный фронт, и вся вот эта масса австро-немецких войск переносится на Западный фронт. Ну и к чему это может привести, совершенно понятно. Поражение в войне и взятие Парижа немцев». Заокеанскую делегацию поселили с невероятным почетом в резиденции правительства в Зимнем дворце. Шесть недель американцы беспрепятственно разъезжали по стране, выступали на митингах в тылу и на фронте. То, что они увидели, их не вдохновило. Потенциал русской армии вызывал большие сомнения. Элиурут сказал Керенскому – нет сражений, нет займов. К 1917 году главным кредитором России становится Англия. Долг 5 миллиардов золотых рублей – это много. Да, этот долг лег бы на плечи многих-многих поколений русских. Эти все затраты аккуратно записывались в национальный долг России, и чтобы была гарантия их возвращения после победы над Германией. В конце июля 1917 года британский посол Бьюкинен приезжает на завтрак в дом олигарха и министра иностранных дел Михаила Терещенко. Предмет встречи – новый кредит для закупки британской артиллерии. В ответ Бьюкинен фактически выдвигает ультиматум. Наше правительство предоставит вам пушки только в случае, если полную власть в русской армии получит генерал Корнилов. И он любыми средствами восстановит дисциплину на фронте и в тылу, прежде всего в столице. Англичане сделали свою ставку. Военным диктатором России должен стать Корнилов. Планировалось, что бронедивизион под командованием капитана Оливера Локер-Лэмпсона поддержит корниловские войска, наступающие на Петроград. Речь шла о создании нового правительства, которое ликвидирует влияние Советов и солдатскую вольницу. Ну, по большому счету, англичане, в частности, были заинтересованы, конечно, в том, чтобы во главе российского государства были люди лояльные, абсолютно лояльные Антанти. Прошел мимо Большого театра. Он окружен солдатами. Там продолжается государственное совещание. На площади народа очень мало. Или поумнели, или охладели ко всему. К Москве, к революции, к войне. 15 августа 1917 года, в последний день работы Государственного совещания, Керенский, никому ничего не сказав, уходит из Большого театра. Он направляется в Кремль, где в эти часы открывается поместный собор Русской Православной Церкви. Керенский прибежал на молебен в Московский Кремль чуть ли не тайком. Он сбежал с московского совещания для того, чтобы там помаячить. Почему? Потому что он не был уверен, что его товарищи по коалиции положительно отнесутся к такому его действию. Не дождавшись окончания службы, Керенский вновь исчезает. Участники поместного собора, поклонившись кремлевским святыням, выходят на Красную площадь, куда уже стекаются крестные ходы из сотен московских храмов. Это был восторг. Вообще мало кто мог себе поверить, что спустя 217 лет это событие состоялось. Это все было очень торжественно, это было очень значимо. Тысячи хоругвий, сотни священников в золотых ризах, торжественный звон по всей Москве. И все это под куполом жаркого ясного дня. Зрелище великолепное и умилительное. Но, к сожалению, оно не привлекло несметных толп народа. Не то ему теперь нужно. Не хоругви, а красные флаги ведут его за собой. И вот как раз об этом много горьких слов будет сказано в том числе и на самом соборе. Когда участники собора будут говорить, а где же мы были? Не кто-то там, не вы были, а где мы были? Когда вдруг народ пошел за большевиками, а народ пошел за большевиками. Тем временем глубоко за полночь государственное совещание завершает свою работу. Керенский произносит заключительную речь. Я брошу далеко ключи от сердца любящего людей. Я буду думать только о государстве. Последняя его речь заканчивалась словами, которые напоминали, ну, наверное, там какой-нибудь партийный съезд 30-х годов. Там и приветствие, да здравствует товарищ Керенский, да здравствует гражданин Керенский, и слава временному правительству и так далее, и так далее. Московский городской голова Николай Астров позже скажет, это уже не политика, это истерика. Это совещание окончилось ведь ничем. И, ну, справедливо говорили, что это, простите за тавтологию, говорильня, да, поговорили, да, прекрасные речи. Когда читаешь выступления, выдержки, это же, ну, замечательно, люди искренние патриоты, хотят добра России, но добрыми намерениями, как известно, куда вымощена дорога. Уже в первые дни собора разгораются жаркие споры о восстановлении патриаршества в русской церкви. А ведь недавно вопрос даже не стоял в повестке дня. О роли патриарха говорят и авторитетные епископы, и обычные миряне. И когда обсуждалось патриаршество, целый ряд крестьян очень ярко, очень четко выступили, что мы не разбираемся в тонкостях канонического права. Мы не разбираемся в каких-то тонких исторических вопросах. Но мы приехали сюда сказать, что крестьянская масса ждет отца своего народа. Не в виде царя, а в виде духовного отца. Она хочет патриарха. Единства все равно не было. Дискуссии могли длиться годами. Но по мере того, как нарастали кризисные явления в жизни страны, как революция приобретала все более и более угрожающий масштаб, настроения менялись. В 20-х числах августа произошло событие, которое полностью изменило жизнь в стране. Стало понятно, что война подошла совсем близко. Гражданская война. Сегодня Москва ошеломлена выпуском экстренных газет. Верховный главнокомандующий Корнилов прислал Керенскому оберпрокурора Львова с требованием немедленно передать ему диктаторскую власть над всем государством. На Петроград выдвинулся корпус генерала Крымова. Керенский объявляет всеобщую мобилизацию и выпускает большевистских лидеров из тюрьмы. Профсоюз железнодорожников блокирует эшелоны корниловских войск на подъезде к Петрограду. Под воздействием большевистских агитаторов мятежные солдаты переходят на сторону Временного правительства. Переворот заканчивается без единого выстрела. Корнилов арестован. Генерал Крымов покончил жизнь самоубийством. Историки до сих пор спорят, почему переворот провалился. Кто сыграл в этом главную роль? Львов, самовольно передавший Керенскому ультиматум, которого, как выяснится, позже на самом деле не было. Русские банкиры или британские дипломаты? И те, и другие в конечном счете Корнилова не поддержали. Или же сам главный участник мятежа? Прежде всего своей недальновидностью. Генерал Корнилов был знаменит совершенно безудержной храбростью. Первым рвался в бой. В сей армии было известно его категорическое безрассудство. И в политическом смысле действительно он был чрезвычайно наивен. Керенский объявил Корнилова врагом революции и изменником. Однако вскоре выяснились неприличные подробности провалившегося мятежа. Оказалось, что в заговоре участвовал еще один человек. Глава правительства. Сам Александр Керенский. Несколько недель Корнилов и Керенский вели между собой тайные переговоры с целью создать новое правительство, которое ликвидирует все организации социалистов, советы и комитеты. Керенский уничтожит большевистскую угрозу и фактически установит в стране военное положение. Договорились обо всем. Кроме одного. Кто станет новым диктатором России? Керенский понимал, что стране нужна сильная диктаторская власть. Но во главе этой власти видел только себя. А в Корнилове он видел соперника. Политикан Керенский переиграл неопытного в политике генерала. К концу лета вся система власти оказалась полностью дискредитирована. На авансцену выходит другая, куда более мощная сила. Президиум Петроградского совета в полном составе сложил свои полномочия. Причина – принятие большинством голосов постановлений, продиктованных большевиками. Да, большевики мало-помалу делаются все сильнее и сильнее. С ними скоро придется считаться всей России. Все они мечтали о благе России. Все хотели только самого лучшего. Но в конце концов эти люди, которые мечтали о благе и о самом лучшем для России, передали ее торжественно в руки человека, который как-то раз заметил. А мне, господа хорошие, на Россию наплевать в разговоре с Георгием Соломоном, Владимиром Ильичлинием. В дни Корниловского мятежа поместный собор молится в Троице-Сергиевой лавре. Соборно произносятся молитвы о прекращении на Руси гражданской войны, о прекращении на Руси междоусобной брани. Церковь явилась первым институтом, общественным институтом, который предупредил нацию надвигающейся брату убийственной войны. Все чаще на заседаниях поместного собора звучит имя патриарха Гермогена. В годы смуты начала 17 века патриарх Гермоген, мученик за веру, заточенный поляками в чудовом монастыре, благословляет народное ополчение и рассылает по стране патриотические воззвания. Конечно, письма патриарха Гермогена в начале 17 века сыграли большую роль в преодолении смута того времени. 22 октября 1917 года в Успенском соборе неизвестные солдаты осквернили мощи святителя патриарха Гермогена. Совсем недавно такое было немыслимо. А еще через три дня власть в стране захватили большевики. Наверное, можно увидеть определенные совпадения между осквернением мощей священно-мученика патриарха Гермогена, который происходит как раз накануне этих октябрьских событий 1917 года, и той смутой, которая начнется через несколько дней. Спустя еще три дня, 28 октября, в Москве начинается кровавая неделя. Столкновение отрядов юнкеров, верных временному правительству, с силами большевиков. В центре города идут ожесточенные бои. Улицы и отдельные здания по несколько раз переходят из рук в руки. Гибнут бойцы и мирные жители. И бои шли по всей Москве. Именно поэтому нужно было спешить, именно поэтому нужно было срочно избрать патриарха. Москва. Епархиальный дом. 28 октября 1917 года. Председатель собора, митрополит московский Тихон, начинает свою речь так. Сбываются слова спасителя нашего. Наступят брани. Восстанет брат на брата. Родители на чад, а чада на родителей. Митрополит предлагает прекратить дальнейшие прения и проголосовать вопрос о высшем церковном управлении. 28 октября 1917 года большинство участников собора голосует за восстановление патриаршества в России. Твердо решил во что бы то ни стало добраться до дома, где живет мать и брат с семьей. Надо же знать, живы ли, все ли благополучно и об себе успокоить. Когда шел по Устинскому мосту, с глубокой тоской поглядывал на Кремль. Он виден был в тот момент неотчетливо ни то туман, ни то дым от выстрелов или пожаров. 1 ноября большевики начали методично обстреливать Кремль из артиллерийских орудий. Те артиллеристы, которые с Воробьевых гор, из тяжелых орудий бьют по Кремлю, смотрят на Кремль исключительно как на точку, где может располагаться пулеметное гнездо, где может располагаться какой-нибудь наблюдательный пункт юнкеров. В Кремле были очень значительные разрушения. Обстреляны были башни Кремля, стены, пробит купол Успенского собора, обстреляно чудо в монастыре, едва-едва там не погибли монахи. 2 ноября Поместный собор принимает решение вмешаться в политическое противостояние, призвать сограждан к миру. И направляет в главный штаб большевиков миссию во главе с митрополитом Платоном Рождественским. Некоторые священники в боевых орденах. Они не понаслышке знают, что такое война. Есть воспоминания Платона Рождественского, что я видел тяжелые уставшие лица, замученные красные глаза, многие подходили по пословине, многие смотрели мне вслед. Многие солдаты, представители Красной Гвардии даже, говорили о том, что вот смотри, вот священники-то, а у них кресты на Георгиевских лентах. То есть это боевые священники, это боевые люди, и им надо доверять, их надо слушаться, их нужно уважать. Однако новая власть дает другие установки. Похоже, было уже действительно поздно. Через несколько дней Москва хоронила жертв кровавой недели. Поместный собор принял решение отпевать и тех, и других. Одним из условий соборян было, и большевики пошли на это, что при погребении никаких травмных маршей, как известно, это знаменитая средняя часть шопеновская, да, не будет звучать, что кого можно было отпеть. Отпели, кого нельзя было, отпевали заочные. Это действительно было новосердие. В нашем храме, в Большом Вознесении, отпевали в эти дни несколько сот юнкеров, которые погибли, защищая Кремль. Это были бывшие студенты, гимназисты, которые во время войны наскоро обучались, чтобы быть офицерами. После московской трагедии поместный собор выпустил воззвание к народу. Там были такие слова. «Не может никакое земное царство держаться на безбожье. Оно гибнет от внутренней распри и партийных раздоров». Когда начались октябрьские события, тогда многие участники соборов говорили, что это не случайный эпизод в калейдоскопе политической жизни, что это суд Божий над всеми нами. В начале ноября председатель собора, митрополит Московский Тихон, получает короткую записку. «Предлагаем немедленно избрать по спискам трех кандидатов для того, чтобы из них выбрать патриарха». Вот эта записка, вот она, рукописная, вот подписи членов собора. Так и было сделано. «Голосование за кандидатов в патриархи проводит в несколько туров до тех пор, пока кандидат не получит половину голосов плюс один голос». «Были выбраны три кандидата. Это архиепископ тогда Антоний Хараповицкий, архиепископ Арсений Стадницкий и митрополит Тихон Белавин». Наибольшее количество голосов получил архиепископ Харьковский Антоний Храповицкий, один из самых последовательных сторонников восстановления патриаршества. Но новым патриархом стал не он. Москва, храм Христа Спасителя, 5 ноября 1917 года. Перед иконой Владимирской Богоматери, принесенной из Успенского собора, установлен ковчег с тремя жеребиями. Это решено с самого начала. После голосования тянуть жеребий. Только так можно узнать Божий промысел. Жеребий – это древняя, еще апостольская традиция, которую воскресили и в этом случае. старец Алексий из Зосимовой пустыни, который был почти слепой, вынул в жеребий. Этот пятитысячный собор, который замер, напряжение растет, он открывает записку прототеканную. Многие лета патриарху московскому всей Руси, опять большая пауза, тихо, хор вместе с настоящими людьми запел на гелигах. Мои пути – не ваши пути, и мои мышцы – не ваши мышцы, в Ветхом Завете сказано. Вот пример того, как воля Божия, она оказывается противоположной воле человеческой. Все ощущали грядущие и очень страшные перемены в жизни. И, быть может, наиболее острых ощущал патриарх Тихон. Именно поэтому он сказал, когда его избрали патриархом, «Ныне на меня возлагается попечение о всех церквях российских и предстоит умирание за них каждый день». Абсолютно четко понимал, что будущее не обещает ему ни почета внешнего, ни удобств, ни славы человеческой, а только умирание на каждый день. Распадается великая Россия. «Трещит по всем швам. Одна только церковь силится удержаться. И дай Бог, чтобы не одолели врата адовы». В воскресенье выбран по жребию святейшим патриархом митрополит Московский Тихон. Бунин в окаянных днях. Чуть позже он пишет. «Вот избрали патриарха всея Руси». Подчеркивает слово «всея». «А где же, говорит, эта вся Русь?» «А что было бы, если бы собор открылся пораньше?» «Если бы это произошло весной?» «Для очень многих из них голос православных первого иерарха, голос тех, кто олицетворяет собой православную церковь, был очень-очень важным. Послушались бы они призывов патриарха к примирению, к согласию, когда еще не произошло вот это вот октябрьское вооруженное восстание. Ну, с очень большой долей вероятности, можно предположить, что, наверное, да». Как известно, история не терпится слагательного наклонения. Однако, кто знает, как повернулась бы судьба страны, если бы патриарх был избран до октябрьских событий 1917 года. И если бы народ услышал долгожданное слово патриарха раньше. «Испытания изнурительной войной и гибельная смута терзают Родину нашу. Но всего губительнее снидающие сердца смута духовная. Ныне потребно дерзновение веры, бестрепетное ее исповедание во всяком слове и делании. Да возгорится пламя светоча вдохновения в Церкви Российской, да соберутся силы, расточенные в безвремене». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова